У нас информация по школам такова. На сегодняшний день закрыто 223 класса. Очень тревожит то, что рост значительный произошёл после относительно стабильной ситуации за прошлую неделю. Плюс 70 закрытых классов, в основном это средняя и старшая школа. И основная причина — это болезни не детей, а педагогов, которые контактировали с детьми. Закрыто 4 школы полностью. Относительно стабильная ситуация в детских садах. Количество закрытых групп по сравнению с прошлой неделей уменьшилось на 4. У нас закрыто всего 11 групп детских садов. К сожалению, на больничном у нас пребывает с подтверждённым диагнозом 191 сотрудник и более 200 с диагнозом ОРВИ. Кроме того, у нас более 100 больничных связаны с другими заболеваниями, это сердечно-сосудистые, давление и так далее. И таким образом более 400 педагогов средней и старшей школы у нас сегодня не в строю. И замены обеспечивать достаточно сложно с учётом ещё и наших вакансий. Мы вчера провели короткое совещание со здравым. Понимаем, что нагрузка на медиков колоссальна, и мы обязаны просто включиться в этот процесс и максимально ограничить контакты между детьми. Хочу обратить внимание ещё на то, что вчера мы провели экстренно заседание коллегии департамента дистанционно. И, в общем-то, и директора школ поддерживают наше предложение. Пятые и одиннадцатые классы вывести на две недели рабочие на дистанционное обучение. Мы к нему готовы полностью. Платформы работают. Уроки все необходимые, которые можно просмотреть в формате видео уроков. У нас загружены на сайт департамента образования. Мы понимаем, что очень сложно будет ограничить контакты и не вводить в школу учеников началки. Поэтому первые и четвёртые предлагаем оставить в таком формате, тем более что в обычном вочном формате, тем более что практически среди них нет закрытых классов, и они работают относительно стабильно. Это один коллектив, одни и те же дети. Пятые и одиннадцатые – это смешанные коллективы. Учителя контактируют одновременно за день с пятью-шестью классами. И у нас назрела потребность вот такого перерыва в очном обучении. Повторюсь, мы полностью готовы и предлагаем с завтрашнего дня вывести пятые и одиннадцатые классы на дистанционное обучение. Это поможет нам и поддержать педагогов, дать возможность выйти из больничного тем, кто болеет, разорвать цепочку взаимодействий между детьми, которые, как мы понимаем, приносят инфекцию. Сами переносят её, слава Богу, в большинстве случаев легко, но приносят инфекцию домой. Вот такое предложение у нас, мы просим его поддержать. Я думаю, что это будет очень разумно в настоящий момент. Спасибо, Павел Иванович. Проводите решение сама, ТЭПЧС. И предложение Елены Валерьевны поддерживаем, для того чтобы обезопасить и педагогов, и детей, и семьи. Спасибо. 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 Спасибо.